Поехали. Но меня, по-моему, укусила тропическая муха. Вот она. Кристиан Лабутен нервно курит в сторонке. Вырвала пробку с поддона. Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар-32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе Trade-In. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод «РЫБАКОП». Это даст возможность получить скидку до 25%. Доброе утро, ребята. Всем приветствую на канале «Рыболов-копатель». И вот такое зарево у нас утреннее с туманом двигаемся на коп. Вот она, красота летняя какая, друзья. Просто летняя красота. Уже рапс отцветает. Друзья, у нас задачка возникла. Господский двор вот там и травка вроде ходибельная на том берегу. Но здесь речка. И речка немаленькая. Конечно, в забродах, может, и можно ее красировать. Может, сейчас переправу какую-то сооружать будем. Причала рыбачила, апостол Андрей. Вернулись на старые разработки мы, друзья. И у Тимура уже, смотрите, какой сигнал. Значок. Что-то морская, видимо, тематика. Германия. Может, и гражданский. Что, скорее всего. Так, теперь сигнал у меня. Я уже вижу, это какой-то значок был. Сейчас я его почищу. Что-то черное изображено. На винте. Сейчас посмотрим. Орел, не орел. Какая-то морда, короче. НДВ. Кто сталкивался, друзья? Напишите в комментарии. Обзор на Робин Гуда. Мы пришли к колодцу. К колодцу на господском дворе. Главное, телефон туда не уронить. Но воды чуть поменьше стало. Сейчас покидаем магнит. Посмотрим, что за глубина. Магнит двухсторонний. Днепра. 400 килограмм. Предоставлен генеральным спонсором. Антиквар 32. Главное, качкам не примагнититься. Поехали. Глубина метра три-четыре где-то. Дно, чувствую. Песок на дне, как будто бы. Скорее всего, да. Песочек так и есть. О, хорошо солнышко спряталось. Ну, труба только видно, он торчит. И все. Походу, либо его уже проработали. Что скорее всего. Колодец оказался пустым, друзья. Но меня, по-моему, укусила тропическая муха. Есть покраснение и вздутие. Возможно, туда отложены личинки. Так что будьте внимательны. Так, идем на бугорок туда смотреть, где были находки у нас. Пойдем еще поковыряем там. Вот и до монет добрались. Уже перчаткой почистил. 200 марок, 23-й год. Сохран даже приемлемый, надо сказать. Ну, а что тут? Удобрений нет никаких. Поля и поля заросли. Садить тут никто ничего не сажал. Владик помойку какую-то тоже нашел. Ковыряет. И у меня сигнальчик. Приятный дюжа. Ой, приятный. Посмотрите. Значок какой-то. Сейчас аккуратно щеткой черкану. Надпись была, но плохо видно. Интересно. Видимо, тоже первушная какая-то тематика. По Первой мировой. Так, дальше у Тимура. Набор гирь продолжается. Те же клейма. Так, и вот тут вот 5 грамм видим. Микрогирька. Зачет. Следом. Следом показалось, что это такое. Цоколь, что ли, для лампы. Похоже на то. Ну да, какая-то бра, может быть. Цоколь такой черный, да? Угу. Ну да. Прикольный. Надпись какая-то. Га, что-то там, та-та-там. 250 вольт, что ли, напряжение или что-то. И у Тимура опять пуговица, друзья. Пуговка эсашная. Ну, посмотрите. Вторая уже. Смотрите, друзья, на это счастливое лицо с пером. Ну что, друзья. Перо счастья. Да, перо счастья, не говори. Вот это находочка у Владоса сегодня. Блин, конечно, предчувствие было, но почему-то на кольцо. А тут вон что попалось, смотрите. Да. Посмотрите, сияет. Просто сияет. Вот она. Десять марок, да? Ну ладно, красавчик. Ай, блин. Красава. Шокий, ёкарный компот. Просто, Влад, посмотри. Заблестело, заорал, короче. Я-то отошел в сторону. Ай, блин. Да, Владос, это, короче, зачет. Это самый настоящий зачет. Тебя можно только поздравить. Красота. Вот он. Кайзер Кёник, блин. Пятый. Да, Владос, поздравляю. Находка, шик. Что за год? 1877. Кайф. О, озеро рядом. Тут вот дорога старая была. Полтинник. 1920 год. Сохран надо заметить неплохой. Ну а что он будет плохой, когда тут лужайка. Сейчас пойдем, может вокруг озера удастся походить. Влада-то, 10-марочник золотой, наверняка потерял какой-нибудь пузатый немец, который купаться шел. Да еще и поддатый, наверняка был. Ну вот, озеро. Старое оно, ребята. Вон лебеди там плавают. Беленькие видны. Красота. Естественно, еще при немцах было. Вокруг холмики. Красивое озеро и вода чистая. Подход, правда, не очень удобный с этой стороны. Наверное, запустим купальный сезон сегодня. Очень жарко, очень. Влад вон поймал, смотрите, что. Офигеть, блин. Вот это мидия, я в шоке. Королевская. Влад теперь переживает, как бы пиявка не законтачилась никуда. О, какие. Чувствует, на меня пошло. Вот такое озеро. Собрался в лес, ребят, комаров просто жуть. И, смотрите, наткнулся на помоечку. Вот тут ручеек шел, он заканчивается. И помойка. Кто-то ее долбил. Он посуденный всякий, но давно. И вот, смотрите, ложка. Из нержавейки. Рост фрай. Так, сейчас чистану пальчиком. И Г-Маус. Рост фрай. Конечно, не серебро. Но зачет. Так, пока много битого стекла. Посуда битая. И вот цветной сигнал взволновал меня. Пряжка ременная. Звенело очень хорошо. Я же поднапрекся. Но ничего, ищем дальше. Станавливаться нельзя, ребята. Комары сразу же прилетают, блин. Готовы сожрать просто. Дальше. Кожа пошла. Смотрите. Какой ботинок. Офигеть. Чистая кожа, коричневая. Кристиан Лобутен. Нервно курит в сторонке. Ой-ой-ой. Комары что творят? Ужас. Копаем. У нас эксцесс небольшой. Экс-экс. Да. Вырвало пробку с поддона. И масло все вылилось на профессорском Добло. Был. Мы зацепились. Получается. И вот пробка стесанная. Не, резьба-то целая. Не, башка пробки. Сама. Вот ей вот тут ударились. А кто заваривал ее? Ну кто? Варщики? Смотрите, блядь. Так. Масло литра два есть, да, наверное? Так, ключ еще дай, Паша. Она была не до конца закручена. Заливаешь? Да, да, да. Шампанское пошло. Машину вроде починили. Вот хотел вам показать, друзья, поденку. Форель обожает ее просто. Она же Mayfly называется. Уж на латыни не знаю как точно. Форель Хариус просто обожает. СоART, за kam waited. А в还よろ? Уж на тебя нет. Уж на кbut. Форель не заплащает. Уж на тему с Ro' Jim tasting. Уж наつी завтра. Продолжение следует...